На связи с нашей студией наш гость Шайер Малданов, военный эксперт, полковник запаса. Шайер Малданов, добрый вечер и с праздником вас. Добрый вечер, я тоже всех поздравляю с праздником. Большое спасибо, Шайер Малданов. Строительство армии, реформирование армии, эти процессы, которые были инициированы президентом Ильхамом Алиевым не год, не два года назад, а задолго до победы во Второй Карабахской войне, и, скажем так, венец всей этой военной кампании освобождения города Шуша, который считался неприступной крепостью, который расположен в очень сложном рельефе, мы это все знаем. Как вы уже спустя два года, как вы оцениваете, как вы ощущаете вот эти все процессы, которые шли, которые привели Азербайджан к победе? Спасибо. Я бы сказал, что этот день мы приближали как могли. То есть люди в погонах, которые непосредственно должны выполнять эту миссию, они отрабатывали это на различных учениях, на различных занятиях, и все наши мысли, и все было направлено, все для победы. Естественно, победа куется в мирное время, на полигонах, во время учений. И я сказал бы, что мы военные, то есть Карабах освобождали несколько раз уже, может быть много раз, но только у нас в голове, будем говорить так, отрабатывая вот эти сценарии, всевозможные, как говорится, направления. Естественно, в армии шли очень большие процессы, реформы, вооружалось самым современным оружием. Все это параллельно надо было переучиваться, учиться именно управлять этим современным вооружением. И надо было, был рост интеллектуального потенциала армии. Поэтому я должен сказать, что проводилась очень большая работа. Что касается в отношении ШУШИ, наше подразделение специального назначения, наша гордость, я бы сказал, что мы неоднократно на подобной местности взбирались на эти скалы, выполняли эти, может быть, задачи. Поэтому ни для кого не должно быть, чтобы не думали, что вот ШУШУ мы взяли именно тогда, когда нам поставлена была задача. Мы ШУШУ реально взяли тогда, когда была поставлена задача. Но мы ШУШУ брали на тренировках, мы ШУШУ освобождали во время учений. Поэтому, я думаю, та большая работа во главе с нашим великим полководцем, Верховным Главнокомандующим Вооруженных Сил Азербайджанской Республики, президентом Азербайджана, господином Эльгамом Алиевым, который сам принимал лично решение на основании той информации, которая ему поступала. И это решение было правильным, потому что он тоже все крупномасштабные учения утверждал Верховным Главнокомандующим. Поэтому он все направления знал, он знал все возможные варианты, которые могут быть созданы. И на любое, как говорится, действие у него было готово уже, будем говорить, решение. Поэтому мы этот день отрабатывали неоднократно и всегда. Наши подразделения специального назначения, я должен сказать, до победы, за год до этой войны заняли первое место среди 28 стран на соревнованиях международных в Турции. Я должен сказать, что до войны армия Азербайджана достойно заняла среди 50 стран свое место. То есть эта оценка не наша. Это оценка международных, как говорится, наблюдателей, которые получает Азербайджан. Поэтому мы все делали для того, чтобы победить. И мы победили. Наш народ победил на этой войне. И пусть ни для кого не должно быть сомнения, что мы эту победу удержим и защитим наш Азербайджан, нашу родину от любых агрессоров, которые сейчас, как говорится, опять-таки хотят проявить какую-то активность. Мы дадим достойный отпор любым реваншистам, которые хотят дестабилизировать ситуацию. Сегодня Азербайджан, это не тот Азербайджан, сегодня азербайджанская армия, имея боевой опыт, в сегодняшних реформах, учитывая этот опыт, строит свою армию. И наш железный кулак, он всегда готов для наших врагов. Наша рука всегда протянута нашим друзьям. Поэтому я думаю, что Верховный Главнокомандующий и на встрече с военнослужащими в Шуше, он на все вопросы поставил, как говорится, на все вопросы дал ответ. И я думаю, это месседж нашим врагам, и в том числе это добрый месседж нашим друзьям. Азербайджан готов к миру, Азербайджан хочет мира, и Азербайджан этот мир будет защищать. Шайер Малданов, большое вам спасибо, до свидания. До свидания. Я напомню, на прямой связи с нашей студией был военный эксперт, полковник запаса Шайер Малданов. Субтитры создавал DimaTorzok